А те люди, которые хотели бы реально смотреть бессмысленную попсу, сказали, «Не, ну это что-то какое-то, оно все заумное и непонятное, и сюжет, и мы вообще ничего не поняли, нам нужно проще, и так далее». Понимаете, да? А философский фильм для всех. Нельзя сравнивать. Дело в том, что это был советский прокат, и там у людей не было выбора, и это было, ну как, сродни пропаганде, когда тебе фактически ты видишь только одно. И если бы он вышел сейчас, совершенно не факт, что у него была бы точно такая же широкая аудитория. Вот в этом еще дело. Спасибо большое. Я правильно все говорю, Юр, ты что-то привстал? Я просто хотел сказать, что, понимаете, ну это вот как музыка. Вот очень много жанров, и как бы их нельзя отрицать. Да, Е, он у нас все понял. Да, даже в области классической музыки, вы знаете, можно встретиться вот с нашими однокурсниками, которые тоже стали взрослыми людьми, вот, а один играет, чтобы какую-нибудь барочную музыку, и считает, что вот только это, да, а другой играет... Может, позже на переходе подрабатывать. Да, вот, а другой играет в Большом театре, и считает, что только опера и балет, понимаете. Ну, и тоже они могут подраться, а уж если кто-нибудь скажет, что вот джаз, ну все, это вот... А касаемо Министерства культуры, я думаю, тоже очень просто представить, да. Вот пришло 500 заявок, ну, представляете, 500 сценариев прочитать. А деньги есть, ну, просто всего лишь на 30 кинофильмов, потому что ведь за бюджетные деньги нужно еще построить больницы, дороги, аэропорты, школы, детские сады. Поэтому только на 30 фильмов. Вот, представляете, вот нас даже вдвоем посадить, втроем, а уж не говоря про всю аудиторию, да, ну, я, я, правда, не завидую этим людям, которые вынуждены дать ответ, что вот, значит, вот тебе, тебе и ему. У него не было вопросов про Бенкуль, кстати. Нет, ну, вы... Но на всякий случай вам ответили. Ребята, сказали, вот тоже, могут потом подрабатывать, уходят и переходят. Нет, не хватит ни на хлеб, ни на вас. Задавайте, да, спасибо. Добрый вечер, Василий и Юрий, меня зовут Александр. Я являюсь непосредственно целевой аудиторией вашей книги, потому что учусь на продюсера на высших курсах, Игоря Толстунова как раз и Лена Глипман. Круто. Да, мне нравится. Я уже начал читать вашу книжку, и мне очень нравится, как стиль её изложения, это бессмысл, который в неё заложен, читать её интересно, поэтому отдельное спасибо за это. У меня вопрос, который, наверное, я... Вы даже к пончику не притронулся. Да, и, кстати, вы очень интересно рассказываете, очень великолепный стиль изложения устной речи, поэтому и за это отдельный респект. Маме, мама. Маме. Магита Каушева, как раз ваших родственников вспомнили вашу сестру с днём рождения. Во всем прошу вас. У меня вопрос, который, наверное, не имеет однозначного ответа, но мне интересно ваше мнение, как уже профессионалы в этой области. Каким вы видите, и видите ли вообще будущее российского зрительского кино? Я имею в виду зрительского кино в России, наверное, вот так. И какое кино, вот российское теперь уже непосредственно, будет пользоваться интересом среди широких масс в нашей стране? И есть ли особенность восприятия именно вот в России? То есть какие особенности российского кино должны быть, чтобы пошёл на него наш зритель? Или любое кино, на которое идут в мире, оно будет пользоваться интересом в России? Извините, наверное, за... Ну, да, такого сложного, и, конечно, не то что однозначного ответа на него нет. Я бы даже сказал, что надо максимально уходить от ответа сейчас, для того, чтобы меня ни в чём не заподозрили. Бог его знает. Потому что последний раз, когда я был в кинотеатре... Ну, это не последний российский фильм. Последний раз, когда я очень сильно удивился в кинотеатре вообще на то, что происходит, это когда я был на фильме «28 панфиловцев». Почему? Потому что он создан вопреки всем канонам того, чему учат в различных сценарных мастерских и так далее. Потому что и продюсерах, и в том числе. Ни одного узнаваемого актёра вообще. Ни одного запоминающегося героя. Потому что там, в общем-то, все ребята равны, все стараются, сражаются. Я даже так и не понял, кто из них есть панфилов. Но тем более, видишь, его, оказывается, вообще там не было. Да я шучу, мама, успокойся. В-третьих, фильм практически без сюжета. Потому что они половину фильма рыли окопы. И запомнить, какую окопину они куда рыли, я думаю, никому и не надо. И постоянно приправляли это всё какими-то фразами, которые иногда имели какой-то разговорный оттенок, иногда очень пафосный, там, про Россию, про Киргизию, про Казахстан, да, про казахов. Потом начинается бой, ну, довольно-таки простой. И такая немножко спорная вот эта вот развязка с этим пулемётчиком, который то ли убили, не убили. Он в последний момент всех расстрелял, танкисты посмотрели и ушли. И памятник. Кинематографистов этому не учат. Учат всё прямо с точки сюда. А, и любовной линии нет. То есть там была, конечно, девушка, с которой он попрощался, но, в общем, и всё. Но люди сидели на этом фильме, они, во-первых, смеялись, ну, окей, вот она смеялась. Я точно помню, мы с ней ходили. Потом в конце плакали и аплодировали. И принесли в кинотеатры сколько? 350 миллионов или 400 миллионов рублей. Вот, попробуй, что называется, повтори, не получится ровным счётом ничего. Сделаешь завтра такую же штуку про Курскую дугу, вот прямо если один в один. И даже если министр культуры, как вот было перед панфиловцами, там много было информационной какой-то суеты, он их назвал святыми, ещё что-то запретил покушаться на святыни, даже если это всё повторить, вот не будет такого успеха. При том же бюджете, потому что это не рецепт, это вот какая-то из ряда вон выходящая вещь. То же самое, ну, примерно с Горько. Хотя, вроде Жора сел крыжовников на этого конька, но этот конёк всё равно он такой уже успокаивающийся. Первый Горько был вот такой, потом второй Горько сякой, самый лучший день такой. И, естественно, всё-таки кинематографическое сообщество замерло в ожидании, оплошает он на следующем проекте или не оплошает. То есть, ну вот, и это тоже не рецепт, да, Горько. Рецепт ли дальнейшего успеха в комедиях? Ну, точно нет. Хотя комедия — это самое, ну, правильное, что мы можем делать при маленьких бюджетах. Потому что с голой задницей шутить — это самое то, что и должны все делать. Все говорят, давайте вот жанровое кино культивировать. И сейчас какие-то хорроры начали, триллеры потихоньку. Вот что «Биковая дама» собрала. Ну, я имею в виду, понимаете, примали именно коммерческие проекты. Я сейчас не беру вот эти вот экипажи, викинги, которые, ну, в них вливается огромное количество денег, которые всё равно не могут окупиться. И они ведут к тому, что всё равно продюсер теряет, кто бы это ни был, хоть Билищагин, хоть кто, теряет связь со зрителем, потому что его жизнь конкретно не зависит от этих, от того, сколько он соберёт. Ну, и у Роднянского с «Дуэлянтом», и совсем. Потому что у него сразу есть столько денег, неважно от кого, от инвестора какого-то невозвратного, от государства, ещё от кого-то. И у них нет этой связи. А вот у тех людей, которые пытаются за 40 миллионов снять эту «Пиковую даму» или вот как это сейчас, невесту, и потом… Или тот же коллектор, который они сняли за 5-7 миллионов, или сколько там, и потом что-то в районе 3-4 или 5-7 миллионов тоже вложили в промо и собрали 45. Вот он, реальный бизнес, и он пока вот только такой. И непонятно, вот, что, как сказать, спасение в этом жанре, или в триллере, или в хорреле, или в другом-другом, в любом-другом детективе, ещё там фантастики. Я не знаю, в чём это, но оно, через какое-то время, просто мы это поймём. Потому что жизнь в кино, ну, вы это сами знаете, она меняется, ну, вообще, даже не так, жизнь вокруг нас, она меняется, а кино подстраивается. Вы когда начали делать этот фильм про хорошего мальчика, ну, задумать, вы все говорили, да кому он нужен, этот хороший мальчик? Кто будет смотреть кино про школьника? Никто не будет. В кино никто не пойдёт. А кто у вас его сыграет? Ну, кто? Посмотрите, где они? Звёзды, вот эти вот молодые. Ну, и мы такие, конечно, ходили прибитые какое-то время. А в итоге что получилось? Трескунов, который у всех на устах, и золотые орлы вручает, и то, и всё, и его там миллион перепостов, он какую-нибудь штуку напишет, вот такое полотно в Фейсбуке, всё, миллион перепостов, а взрослых людей, люди взрослые, постят 14, ну, ему уже 17. Ох, как время летит! 17-летнего пацана. То есть жизнь меняется. Если мы тогда подходили к главе Сони Дисней, ну, подразделения Сони Сиренко и предлагали ему кино про школьника, он будет у меня, ребят, выиграл. Когда прошло три года, и мы ему, в принципе, показали фильм, он сказал, клёво. Вот, поэтому всё меняете, мы не знаем, откуда оно выстрелит. Может быть, у нас... Вот у нас было огромное количество надежд на Тимура Бекмамбетова, что вот он нам сейчас протопчит дорожку в Голливуд, и жизнь начнётся другая. У Тимура 100% жизнь началась другая, но в итоге стало ли это спасением для нашего кинематографа? Давайте спросим у Bad Comedian, в плане вот этих, взломать блогеров. Является ли то, что делает Тимур, спасением отечественного кинематографа? Нет, наоборот, выступил в последнее время вот с этим проектом, как продюсер, посмешищем. Ну, так получилось, что так всё совпало, да? То есть и не в этом спасение. А в чём тогда? Я не знаю. И каким оно будет через пять лет, я тоже не знаю. Вот мы будем искать. Вот ещё раз для кинематографа коротко. У меня Таня, моя супруга, она всё время критикует, что всё очень длинно. Но я не могу, короче. Синофон. Мы снимаем кино про пенсионера. Вот пойди сейчас кому-нибудь из прокачек, скажи, кино про пенсионеров. С ума сошёл? Ну, какое? Сейчас давай, наоборот, омолаживай. Вот мы когда делали с Толстуновым ледокол, когда только начинали, он говорит, нет, нет, ребят, какой Челенгаров главный герой с такой вот бородой? Нет, омолаживаем. 30 лет. Петя Фёдоров? Да, нормально. 35 лет максимум. Вот. Сейчас кому сказать про пенсионера. А пройдёт какое-то время, и вот благодаря таким проектам, как «Возраст счастья» Владимира Яковлева, или каким-то вот этим бесконечным роликом про то, как люди в возрасте 65-70 лет себя чувствуют иногда и здесь, и за границей, живут полной жизнью, как-то немножко переломят. Может быть, больше людей задумается о какой-нибудь своей пенсии, о дауншифтинге, и наш фильм как раз зайдёт на эту тему. Мы не знаем. Вот так что тут непредсказуемое. А сейчас вы опираетесь на некое своё чутьё и на то, что вам нравится. Да просто, как говорит Юра, везёт тому, кто везёт. Вот нам с мальчиком просто повезло. Когда вы прочитаете до конца, к нему поймёте, там везение на каждом шагу. Но ты посылаешь в космос какой-то запрос, и тебе вернётся, если это действительно вот тебе прямо сейчас, ну же я клянусь, оно вернётся. Поэтому мы делаем и посылаем запрос. И оно вот прямо материализуется. Спасибо. Спасибо. Ещё несколько вопросов, и далее будем переходить к автограф-сессии и розыгрышу призов. Какой здоровый! Я каждый день к вам сюда буду приходить. Приходите. Мы будем собираться и слушать. Следующий вопрос. Василий, здравствуйте. Мы тут говорили про то, что вы снимаете там краткалитражные фильмы, там бюджет 200-300 тысяч, в частности для того, чтобы как бы высказались люди. Мы в прошлом году сняли 20-минутную краткометражку за 35 тысяч рублей, за 34. И проезд на метро. У нас задумывалось это как бы три новеллы короткие, и сделать из этого потом полный метр. Финансирование на вторую и третью части мы пока не нашли. Что нам с этим делать? Мы собрались такие молодые кинематографисты. Мы в прошлом году подавались на Святую Анну. Но мы сходили туда, посмотрели на основную программу, и сложилось впечатление, что это кинофестиваль, короткометражные фильмы. Но там как-то несвободные люди, которые сняли, они короткометражку прислали, и давай в фестивале участвовать. Сложилось впечатление, что это вот такой смотр выпускных работ, квалификационных, там, ГИТИСа, не знаю, театральных и киноузов. Ну, судя по номинантам и по количеству людей, что нам делать теперь с этим? Мы хотим, мы реально хотим снять его. Нам к продюсеру идти, снять, в смысле, вторую, третью часть короткометражки. Да, и сделать из этого все-таки, вот, типа, вторую, третью новылку, сделать из этого полный метр. Ну, полный метр, на самом деле. Просто у нас, как бы, финансирование, связи денег не очень. Вот, как бы, что нам, по продюсерам ходить, по фестивалям отправляться? Ну, если вы не можете попасть напрямую к продюсерам, то всегда есть какие-то кривые пути. Вот, например, как мы в свое время попали к Игорю Толстунову. Мы просто познакомились с его дочкой Марусей Чухра, и показали ей сначала. Ей понравилось, она была таким вот цензором. Она показала маме, мама показала папе. Вот, и, собственно, и в этом заключается вся фишка. Ты, вот, когда я говорил, что нужно быть в... не знаю, господи, в этом сам... в тусовке. Ну, я не люблю это слово. В среде. В среде, да, спасибо большое. Находиться в этой среде, и ты тут же найдешь тех людей, которые могут быть твоими проводниками. Альманахи — это один из... Ну, или там вот полный метр, если хочешь сделать. Это реально, да, если вы такие недорогие. Все, все, все возможно. Может быть, вам не нужно это делать в Москве. Вот мы сегодня обсуждали, есть... моя супруга учится в МШК, это Московская школа кино, и там у нее есть сокурсник из Якутии. Как его зовут? Виктор? Леша. Леша очень смешной такой парень. Он говорит, а у нас там... Мы в Якутии снимаем кино и в прокат пускаем. Да, какой там у вас, наверное, бюджет-то? Небольшие? Небольшие? А, или... Или наоборот, большие. Сколько? 300 тысяч рублей? Что-то вроде. И что, и прямо в полнометражный в прокат? Да. Я потом полез в интернет, посмотрел, там действительно какие-то постеры, какие-то люди с рыбами. Да. То есть там целая жизнь, понимаешь? Они нашли... Соответственно, у нас же страна большая, если в Якутии это происходит, уезжайте в Якутию, там прокатите. Если вы реально можете сделать фильм за 300 тысяч рублей, сколько вы там хотите сделать за 500? А? У нас первый стоил 34. Ну вот, 34. Ну вы не одиноки, таких много. Мне и сказание такое присылали, и показывали, еще что-то. Вопрос же просто качества и востребованности. Там это вот прям работает. Я себе не представляю, как оно работает. А когда я прихожу к Верещагину, и он у меня спрашивает, какой бюджет хорошего мальчика, я говорю, 54 миллиона. Он говорит, ой, я не понимаю, как за такие деньги вообще что-то можно снять? Ну, то есть у всех разная жизнь. Вот у нас такая, в Якутии такая, у вас всякая. Вообще не поспособствует прокатыванию серии? Нет, не поспособствовую. Нет, ну правда, самое главное, ищите, а нетривиальные ходы, их полно, на самом деле. Они, многие не работают, но те, которые работают, они позволят вам сделать шаг вперед. Вот что я по этому поводу считаю. да. Спасибо. Что? Если у нас еще вопросы, вот, еще разрешите. Да. у вас высшего образования музыкальные или какие-то у меня высшего образования нет, потому что в 90-е годы, потому что я бизнесмен получился. Мы учились, сейчас расскажу, мы учились с Юрием в музыкальном училище, и нас всех оттуда забирали в армию. Такое было, ну, когда музыкальное училище не считали, как переходным периодом от музыкальной школы в консерваторию, это было еще посчитали как ПТУ. Хотя, как может быть пианист, ну, и посравнить подготовку пианиста и ПТУшника, это просто немыслимо. И это, с одной стороны, сломало, а с другой стороны, сделало мою жизнь такой, какая она есть. Потому что я не пошел потом в консерваторию, я пошел в работу на телевидение, а на телевидение в те годы гораздо важнее было быть быстрым и толковым, нежели отучиться на журфаке, потому что, когда я потом поступал на журфак, мне на телевидении это был канал НТВ, там все говорили, слушай, ну, ты идти, конечно, на журфак, но там, ты понимаешь, настоящая школа, она здесь. Вот. А потом уже, я был честным мальчиком перед мамой, я поступил в итоге на журфак, потом я поступил на этот самый, на факультет менеджмента в институт физкультуры, я плыл даже стометровку. была очень насыщенная жизнь, но она, но все это захлестнуло, когда мне уже было под 30 лет, и я уже работал на телеке, и мне нормально платили, я путешествовал по всему миру, был комментатором, и, честно говоря, учиться уже решил, уже решил не учиться. Вот. Спасибо. И у нас еще один вопрос. Спасибо. Василий Анатольевич, еще один вопрос вы рассказывали. Да что за Анатольевич, я не могу. А вы же продюсер. Ну как? Продюсер. И что теперь? Серьезно, ничего не подбивает линия. Давайте, давайте сразу на голливудский манер. Безелл или Мисс Соловьев. Что вы без Анатольевича. Да проще Безелл. Василий, Василий будет очень хорошо. Василий, вы рассказывали про актерские кастинги, а вы знаете, что в Акипедии у вас актерская карьера больше 10 ролей. Из них, ну, наверное, половина это что-то типа камео, тележурналист. Но есть, вот я зачитаю. Тренер по фестованию, главный редактор журнала и особо не запомнился крыльковод. Поясните, пожалуйста, как это у вас так получается. По блату. Слушайте, ну, это были периоды метания. В прямом переносном смысле. Когда я был телеведущим, мне казалось, что быть публичным человеком вот этот очень прикольно, вот это вот как раз тщеславие. Все мне опять же, люди же вокруг не понимают, что они творят. Они тебе, ты что, не изобразишь весело? Они тебе говорят, ты такой талант, тебе надо сниматься в кино. И крышу от этого сносило, конечно. Ну, не то чтобы сильно, потому что по-настоящему я этим не занимался. Я занимался всем подряд, но и когда меня куда-то звали подружкой, я в этом участвовал. Да, вот Оксана меня сняла в одной короткометражке и в одном сериале в какой-то безразлической роли. Вот Короликовод, да, причем Короликовод, кстати, лучше всего получился. Он какой-то наиболее естественный. Это, видимо, моя стезия, в отличие от всех этих телеведущих. Очень смешно было на Кинотавре, когда мы приехали, и я уже завязал вот с этим актерством, а там вдруг фильм «После тебя» с Безруковым, и я там изображаю журналиста. Потом фильм «Кто-то из будущего» как он назывался? «Человек из будущего», и я опять там журналист, и я встречаю режиссера, а мы уже там, ну, его не было, он не видел, потому что это я продюсер того фильма, который уже этот самый, как называется, фаворит Кинотавра, и я встречаю его в коридоре, он, «Ты тоже приехал, так здорово, мы не вырезали твой эпизод». Он, «Да, да». Прошло два дня, нам дали гран-при, он так испуганно меня смотрел. Вот, да, это было как хобби, но, честно, последний раз меня сняли вот студенты из МШК в комедии «Медведь» в роли босса мафии. Я увидел себя на экране, причем тоже, опять же, бесчестные люди, вруны, они мне говорят, «Василий, так здорово, да нет, все хорошо, все так здорово, вы спасли нашу короткометражку». Я говорю, нет, я увидел себя и сказал, это был последний раз, когда я что-либо изображаю на экране в качестве актера. И завязал. Это еще одна вещь, с которой я завязал. А кролики — это наш запасной вариант, наша альтернатива на всякий случай, поскольку ребята, вы молодые. Да вот мне Таня с утра сказала, давай купим, где-то там за Волоколамском продается участок, 300 тысяч он стоит, давай не будем снимать короткометражку, давай устроим там фермерское хозяйство. Поехали сейчас. Василий, можно последний вопрос? Как к продюсеру. Скажите, ваш проект «Хороший мальчик» оказался успешным с точки зрения денег? Наш проект «Хороший мальчик», если его воспринимать отдельно от того, сколько денег мы вообще потратили на наши киноэксперименты, пока мы пришли к мальчику, если его отдельно воспринимать, то да, он в плюсе. «Хороший мальчик». Вы знаете, очень медленно деньги на самом деле поступают. Это же не то, что ты вышел из проката и все, ты сразу разбогател. Нет. Например, телевизионные деньги приедут, дай бог, через года полтора-два. Прости, Юра, я тебе еще не говорил. Вот, просто спросили. Ты не спрашивала, а сейчас спросили. Вот, поэтому отдельно он в порядке. Да, нам есть нашу жизнь, у нас функционирует офис. И еще раз говорю, кабриолет, ну что на нем кататься сейчас по зиме? Ближе к лету все будет хорошо. Я вам обещаю. Z4, недорогой. Да, да, да. Окей? Вот. Друзья, спасибо вам большое. Спасибо. Вы очень потешили мое числание как писателя. Я честно не писатель, а это такая наболевшая штука. Давайте, где барабан? Мы там будем разыгрывать? Давайте потихоньку готовиться. У нас сейчас будет приз за лучший вопрос, барабан. Вы подходите со всеми этими делами. Давайте мы начнем с приза. А, Василий, можем еще напомнить то, что те, кто не успел еще приобрести книгу, чтобы они успели принять участие в розыгрыше. Если вы хотите принять в розыгрыше электронные книги, то надо купить книгу и зарегистрироваться там. Это можно бы сделать в течение двух минут. Я просто хотел сказать, что это неграфоманство. Мне сейчас нужна исповедь. Буквально она займет 30 секунд. Это неграфоманство, это крик души. И мне кажется, что эта штука может быть полезной для молодых ребят, которые увидят воочию, как развивается проект от самой задумки до самого завершения. И учитывая то, что это все довольно-таки в легкой и такой беззаботной манере изложено, то, наверное, это будет хорошее, очтиво, может быть, даже в какой-то мере развлекательное. Так что спасибо вам большое, что вы мои первые зрители, как писатели. Понимаете, что для меня это важно? Спасибо большое. Спасибо. Сегодня мы еще раз благодарим за эту встречу Василия Соловьева аплодисментами. Спасибо. Давайте разыграем именно наши вопросы. Да. Причем, я так понял. Да. А магнит у нас еще есть? Ну, например, я просто был в команде тех людей. Можно. Можно, да. Убегай, Виталий, убегай. Это область очень непростая. Можно, а в голову прямо здесь усядемся и будем этим заниматься. Я хотел бы... А еще чашку дайте мне. Так, лучший вопрос. Ну, честно... Как вас зовут, человек из Википедии? Все непросто. Нет, все непросто. Да. Давайте вам, как самому разнообразному, бытлилому еще вдобавок посвешившему человеку. Давайте познакомимся поближе. Подходите. Вы уже купили такую книгу, а мы вам дарим вот другую до кучи. Да. Плюс кружка, хороший мальчик. Если даже вы плохой. И магнитик. Очень рад. Вы кто? Вы кто? Чем занимаетесь? Телевидение. Телевидение? В какой его ипостасе? Слово ипостасе еще знакомо телевизионным работникам? Телевизор собирайте. Продаем контент. А, понятно. Давай, принесите еще призов. Это все вам. Спасибо вам большое за участие. И да, я вам, конечно же, книгу подпишу, когда мы сейчас этим всем будем заниматься. Да, давайте сфотографируем. Действительно, что мы как неродные. Да. А кружку я буду тоже вот так держать, чтобы он был выключен. Я тоже вот хорошая. Спасибо. Поздравляю. Вот. И теперь у нас будет лотерея. И теперь, да, у нас сроки призов. Еще раз напоминаю, что в ней принимают участие те, кто купил книгу и подошел вот к девушке в клетчатой рубашке и зарегистрировался. И после этого туда упала бумажечка и мы будем знать, кому эта бумажечка принадлежит. Имя, фамилия и так далее. У нас сейчас буквально еще один человек регистрируется и мы начнем розыгрыш. Хорошо, мы начнем розыгрыш. Может быть, еще? Или танцуем? Расскажите нам, а в детстве вы уже с детства знали, что вы будете спортивным комментатором или продюсером или как-то все как получилось неожиданно? В детстве я думал, что я буду гаишником. И что я буду разводить движением, ну, таким гаишником, но в то же время одновременно немножко военным и шпионом. И чуть-чуть кошкой и собакой. Но это вот такие были совсем первые детские мысли. Потом выяснилось, что все хотят вокруг, чтобы я был музыкантом. Да, я долгое время играл на рояле. И даже уже работая, а, уже служа в армии, я все равно еще думал, что я буду вот пианистом. Думал, сейчас вернусь, музыкальный училищ, и буду играть. Но телевидение и сладкая, простая жизнь меня, конечно, совратила. Потому что на телевидении очень легко после фортепьяно. Если на фортепьяно ты должен заниматься по несколько часов в день, то на телевидении ты можешь вообще ничего не... Ну, для этого, конечно, нужен какая-то доля таланта, но ты приходишь, и как-то все сразу легко получается. И вот оно так получалось десять лет. А потом выяснилось, что... И самое смешное, когда я работал на телевидении, все время... Не, вообще, жизнь странная штука. То, как мы себе представляем... Что, вы приносите барабан? Или еще... Нет, да? Давайте потихоньку, потихоньку... Я же время тяну. То, как вы представляете себе вашу жизнь вначале, и то, из чего из нее получается при определенных усилиях, совершенно не похоже между собой. Например, моя бабушка всю жизнь считала, что я... Что у меня в доме бардак. И вот мама готова это подтвердить. Теперь попробуйте, спросите у моей супруги, что такое аккуратизм. И она вам расскажет, что... Как вылизываются пылинки, и что она боялась вообще со мной общаться, когда увидела, какая чистота в моей квартире. Она думала, что я шизой. Это вообще. Вот. И то есть, ну, люди меняются. Когда я работал на телевидении, мой начальник был уверен, что я не организован, что я совершенно не бизнесмен и так далее и тому подобное. В итоге, вот мы, значит, там, где мы есть. Ну что, я прямо вытаскиваю, да, и мы начинаем. Значит, у нас в розыгрыше принимают участие... Слушай, давай магнитик 7 раздадим. Да. У нас в розыгрыше принимают участие три кружки. Да, три у нас их, или сколько? Сколько кружек у нас? Три. У нас три кружки. Диски мы тоже разыгрываем или нет? У нас три кружки, пять дисков и электронная книга. Итак, хватит на всех призов? Хватит. Погнали. Сначала скажи, что разыгрываю. Я разыгрываю. Ну, с малого. Начинаем? Начинаем с кружки. Оксана Митрофанова и номер телефона получает кружку с магнитиком. Конечно, можно. Что это? А, у нас под все кружки есть пакетики. Потрясающе. Иди сюда, давай сфотографируемся. Получилось? Я получился. Хорошо. Спасибо, Оксана. Ой, ой, выпала. Бумажка выпала. Перемешиваем. Перемешиваем. Дальше. Еще одна кружка. Еще одна кружка. Уходит Александру Сырыгину. Прекрасно. Кружка, магнитик. На занятия с ней ходите к Турскому. Поздравляю. Надеюсь, что вас не разочарует то, что там написано. А наоборот, воодушевит. Так, мешаем дальше. Вообще нельзя сдаваться, конечно, никогда. Никогда. Это не в том смысле, Александр, что вам нужно надеяться, что вы еще сейчас и книгу выиграете. А вообще, что... Михаил Лышаков получает еще одну кружку. Михаил, слушайте, ну вы сейчас обопьетесь. Чаю. Здрасте. Михаил, вы тоже студент Толстанова? Кто вы? Синсекрет. Предприниматель. И что вы предприняли сегодня, чтобы здесь оказаться? Ну, какое направление Синсекрет? IT. Добрый заработок. И дальше, можно ничего не спрашивать, потому что там дальше все туманно, ничего не понятно. Вот если бы вы выращивали свиней, сколько у нас было бы вопросов. Спасибо большое, поздравляю. Мы могли бы еще один творческий вечер устроить сейчас. айти, айти, Цукерберг тоже. Так, сейчас мы разыгрываем диск, диск с фильмом. Рустам Акматов. Правильно произнес? Вы не видели еще наш фильм? Вы откуда? Я из Москвы. Я из Москвы. Я из Москвы. Я из Москвы. Средний Азии. Круто. Смотрите фильм, читайте книгу, мы вам очень рады. Имеете отношение к кинематографу? Я снимался в пяти фильмах, я мастер боевых искусств, профессиональный. Тогда вам нужно познакомиться с моим компаньоном Алексеем. Я про него ни разу не говорил, а он тренер чемпионов по муай-тай и сопродюсер нашего следующего фильма, который мы собираемся снимать тоже в Таиланде, не вот этот вот седаван, а потом. Называется «Миссия в Бангкоке». Поэтому, раз вы к этому имеете отношение, айда к нам. Я мастер айкидо и в основном бои ставлю как сигал, ну, да уровне. Чего могу? Спасибо большое. Спасибо. Да, рад. Все, дали вам? Да? Все, отлично. Я уж испугался. Вот кому-то вдруг не досталось, именно Рустам. И все, и вечер испорчен у меня. Ой, Господи, может, обожаю этот розыгрыш. У нас еще один диск, и это Алексей Гущин. О, Алексей, да вы везунчик, его больше не фоткаете. Пленку тратить только. Так, поехали. Мало совсем осталось. Сколько у нас еще дисков? Как раз. А вдруг тут кто-нибудь ушел? Не дай бог. Ой, Господи. А, это вы, я очень много провел лотерей в своей жизни. Реально много. Иногда бывает такое, что непонятно написано. Ты начинаешь коверкать в имя, фамилию. Человек обижается, расстраивается, извиняется. Много шуток на эту тему. И, действительно, здесь абсолютно непонятно, что написано. Но, потом внизу написано понятно, и к этому, к чему непонятно, сделана стрелочка. И это Динара Акчурина. Поздравляем. А вы видели наш фильм, да, уже? Трижды видел. А зачем ей диск тогда? Книгу она уже тоже купила. Что? А кружек больше нет? Микрофон. А давайте мы поменяемся. Я фильм еще не видел. Если вы готовы. И нам фильм надо тоже. Ладно, берите, мы вам... Короче, это мамина подруга, она ей потом что-нибудь еще подарит. Все, спасибо за участие. Все разрулили, молодцы. У нас сегодня прям... Кстати, еще не закрывают? Диск номер 4. Анастасия Грищенко. Вы знаете, она была здесь. Это вот она задавала вопрос нашим подруженцам. Передайте, пожалуйста. Да, отлично, супер. Смотри, как и предусмотрительная. Она у Михалкова учится. Я просто половину народу знаю. Последний диск и потом будет книжка. Слушайте, две бумажки и осталось все впритык. То есть, тот человек, который сейчас не услышит свою фамилию, поймет, что ему получают книгу. Так, итак, диск последний достается Людмиле Осиповой. Браво! Людмила, welcome. заходите, мне надо фоткаться, там все вот эти вот делишки. меняемся с чашкой, ладно? Как жизнь? Хорошо. Отлично. Спасибо большое, поздравляю. И, что ж, больше бумажек нет, может, или помешать. электронная книга достается, достается электронная книга, книга достается Екатерина Ивайкина! Я почему так на это реагирую? Ну, короче, с Катей мы учились в одном классе, и она зарегистрирована, пришла. Ну, ребят, ну чего у нас какая-то межпуха получилась? Ой, нас хватит за это дело. Не, ну мы правда не договаривались. Кать, молодец, иди сюда. Я очень рад тебя видеть. С Катей и одноклассниками у нас связана еще одна история. Сейчас я вам ее расскажу. Не, не это. Короче, мы на прошлой неделе встречались всей толпой одноклассников в каком-то пивном баре, сидели, разговаривали, но пили не все. Кто-то был за рулем, да. Ну, короче, моя одноклассница Наташа Печурова, которая сидела вот прямо вот через одного человека от меня вдруг говорит, ну что вы, хороший мальчик, хороший мальчик, а люстру-то вы мне раскокали. И чего? Короче, выясняется, что мы одну из сцен этого фильма снимали в квартире моей бывшей одноклассницы и кокнули ей люстру. Я говорю, боже, как неудобно, да мы заплатим. Она говорит, да заплатили уж. Потом оттирала от вас скребком там все. Короче, очень смешно, мир дико тесен, и вообще все очень, и пути Господни неиспомедимы. Да, спасибо тебе большое, поздравляю. Ура! Друзья, призы закончились, вечер тоже походит к концу. Я дико рад, как он прошел. Автографы? Автографы! Автографы! Ну что ж, дорогие друзья, напоминаем, что поднимаемся мы по лесенке, получаем автограф и спускаемся также по лесенке. Да, не падаем, не падаем. По одному, пожалуйста. По одному. А те, кто еще не оплатил, напоминаем, что оплатить книги вы можете на любой из сказ нашего магазина, и, пожалуйста, сохраняйте чеки до момента выхода из магазина. Спасибо. Да, если кто-нибудь хочет погодить, можно у меня. сейчас вам подниматься. Я так рада. Это мой? Да, да. Мой подруга. Да. Вчера. Вчера. Я говорю, пропали, я процветная. Да. Вдруг вы зашли, и повторялась. Да, вчера. Попали. Продолжение следует... Продолжение следует...